Представляю вам трехраундовый бой по тайскому боксу в категории до 63,5 кг. Встречайте в синий угол ринга бойца из города Токио, Япония, Касума Маджима! Ну что ж, дорогие друзья, первый бой в программе. Это тайский бокс Muay Thai. Весовая категория до 66 кг. 700 граммов. Кадзура Маджима, боец из Токио, Япония. Прозвище у него Атомукида. Атомный пацан. Пожалуйста, на ваших экранах сейчас промо-ролик этого бойца. Вот такой вот красочный. Мы видим японского спортсмена. Так ярко он смотрится в этом ролике. Ну и чуть позже я вам расскажу про его послужной список и достижения. Ну что ж, вот сейчас японский поезд на ваших экранах по прозвищу Атомный Парень проследует в ринг на его счету. 18 побед, 7 поражений и из 18 побед 11 побед нокаутом. Ну что ж, это первый бой в рамках матчевой встречи России и Японии. Нам предстоит с вами увидеть несколько поединков. Кроме тайского бокса мы увидим бои по профессиональному классическому боксу. А также мы с вами посмотрим бои по правилам НМА. Профессиональное смешанное единоборство. Вот так вот красочно японец движется к рингу, показывая прекрасную координацию и танцевальные способности. Не секрет, что многие боксеры являются прекрасными танцорами в том числе. И вот я думаю, что японский боец в этом плане как раз-таки один из тех, кто умеет себя преподнести, следуя в ринг. Хорошее настроение, готов к поединку. И вот уже почти около ринга японский боец, мы видим его команду. Там тоже прекрасное настроение, улыбаются, довольны. Ну, в принципе, на пресс-конференции перед турниром японские гости отмечали, что очень хорошо их встретили в России. Вообще и в частности в Екатеринбурге. Итак, боец уже в ринге и мы ждем его соперника Владимира Кузьмина. Мы видим, как работает японец на камеру и представление Владимира Кузьмина. В ринге приглашается его соперник, боец из города Екатеринбург, Россия, Владимир Кузьмин. Ну, а теперь Владимир Кузьмин. Нет, ни певец, ни ротзвезда, но я думаю, что вполне-вполне себе будущая звезда Муай-Тая. Он на ваших экранах уже. Также по выходу бойца в ринг предшествует промо-ролик, который мы с вами сейчас наблюдаем. Ты не проиграешь, если твердо веришь в свою победу. Ну что ж, выход Владимира Кузьмина в ринг. Молодой боец из Екатеринбурга, местный. Соответственно, должна быть хорошая поддержка для Владимира. Не имеет выражения проспект на его счету. Пять побед, три из них нокаутом. И я скажу вам, что для Владимира это уже не первый бой. В 2017 году, в мае, он также бился и победил. Тот бой состоялся на площадке, несколько поменьше размером. И для Владимира это вот такая большая площадка. Я думаю, что очень важное событие в его жизни, в его карьере. Показать себя перед таким количеством людей. Причем бой, который транслируется и в интернете, и на телеканалах. Вот мы видим, сопровождает Владимира Кузьмина Тимур Салимов. Заслуженный тренер России по тайскому боксу. Очень опытный и очень грамотный специалист. Он сегодня с Владимиром в одном углу. И ожидается очень интересный поединок между Владимиром Кузьминым и его японским соперником по прозвищу Атому Кида. Атомный пацан. Оба бьющие, оба заряженные, оба настроенные. Заряженные в хорошем смысле слова, естественно. И ждем представления бойцов. Славы и господа, представляю вам соперников. В синем углу боец из города Токио, Япония. Ему 34 года. Рост 171 сантиметр. Профессиональный рекорд 25 боев. 18 побед, 6 снокаутов, 7 поражений. Казума Маджима. И его соперник в красном углу ринга. Боец из города Екатеринбург, Россия. Ему 19 лет. Рост 176 сантиметров. Профессиональный рекорд. 5 боев. 5 побед, 3 нокаутом. Чемпион первенства мира среди юниоров 2015 года. Серебряный призер чемпионата мира 2016-го. Нестоящий поражений. Владимир Кузьмин. Реферер в ринге. Денис Степин. Внимательно слушаем команду. Желаю удачи. Listen to my comment. Ну что ж, бойцы представлены. Возраст, вес и рост. А также размах рук и послужной список только что были на ваших экранах. Гораздо моложе Владимир Кузьмин. И выше ростом на целых 5 сантиметров. Рост Владимира 176 сантиметров. И 171 сантиметр рост. Корзумы Маджиды. Маджины. Вот мы видим хай-кик слева. И еще один хай-кик. На отходе пробивает Владимир Кузьмин. Хорошо пользуется своей антропометрикой. И еще один залетает мощный хай-кик от Владимира. Очень хорошо начинает Кузьмин поединок. Сконцентрирован. И работает очень прицельно хай-киками. И вот фронт от Кузьмина. Колено в клинче. Мы видим как работает. И это нокдаун как минимум. Причем тяжелый нокдаун. Мы видим как тяжело встает японский боец. И у Владимира Кузьмина хороший шанс закончить бой досрочно. Если шанс есть, им нужно пользоваться. Мы видим, что Владимир причем не летит на соперника. А очень работает четко. Очень работает четко. Прицельно. Без суеты. И это очень важно для Владимира. Второй нокдаун за первый раунд. И плывет, плывет немножечко японец. Мы видим, что Владимир не суетится. Выбирает момент для удара. Он почувствовал, почувствовал соперника. Вот сейчас промахнулся хай-киком. Но тем не менее, хороший шанс у Владимира. Поджимает канатом. Маджима Владимир Кузьмин. Японец клинчует. Бросок в клинче от Владимира. Он не особо засчитывается. Поединок продолжается. Уже хорошо. Но мы видим, пришел в себя японец. Кстати, на удивление. Провел два боковых. И опять скрутка от Владимира Кузьмина. Снова хай-кик. Но тут подхватил на какое-то время ногу японец. Пропустил фронт-кик от Владимира Кузьмина. Пошел работать с рук Владимир. Не забывает про ноги. И клинчует японец. Ничего другого ему не остается. Заканчивается первый раунд. Пока что очень хороший раунд для Владимира Кузьмина. Колено в голову от Владимира. И третий нокдаун за раунд. Будет ли работать правило трех нокдаунов, мы скоро узнаем. Тем не менее, рефери разрешает японцу продолжить поединок. 30 секунд с лишним у Владимира есть для того, чтобы возможно закончить бой досрочно. Но пока что очень хорошо смотрится Владимир. Тяжело приходится японцу посмотреть на ноги Маджимы. Он явно плывет, его штормит, как матроса во время качки на корабле. Хороший хай-кик. Очень прицельный от Владимира. И тут же добавляет фронт-кик Владимир Кузьмин. Полностью контролирует Владимир Кузьмин ситуацию. Вот отвечает скруткой Владимир на клинч японца. И еще один хороший фронт-кик. Разгромный первый раунд, который Владимир Кузьмин очень-очень явно выиграл. На мой взгляд, нужно продолжать наращивать преимущество Владимиру Кузьмину. Наиболее яркие моменты очень насыщенного боевыми действиями первого раунда. Вашему вниманию только что были три нокдауна. Владимир Кузьмин сейчас, образно выражаясь, на коне. И хорошие шансы. Мы видим гематома. Гематома в районе, примерно под правым глазом у японца намечается. Это следствие хай-кика слева от Владимира Кузьмина. Что называется, результат на лице. Ну что ж, хорошие шансы у Владимира довершить начатое. Но посмотрим, возможно, японец соберется и более дисциплинированно и сконцентрированно проведет второй раунд. Посмотрим, посмотрим. Первый бой сегодняшней программы и очень яркий первый раунд. Вот сейчас, кстати, в углу Владимира Кузьмина, Тимур Салимов. Еще раз скажу, заслуженный тренер России по муай-таю объясняет своему подобечному, как нужно работать во втором раунде. И судя по жестикуляции Тимура, я так понимаю, что больше нужно уделять внимание работе, ручной работе, так скажем. Ну что ж, второй раунд начинается. Владимир Кузьмин, Кадзума Маджима по прозвищу «Атомный пацан» Атому Кит. Поехали. Владимир Кузьмин выше ростом в красных перчатках. Кадзума Маджима в черных перчатках, пониже ростом. Начинает с типов Владимир Кузьмин. Навстречу, как и в первом раунде. Ну вот был лоу-кик от японца. Тем не менее, подхватил Владимир и перевел своего соперника на настил ринга. Ушел от хай-кика Кузьмин. Все видит. Здесь не дотянулся, но вторым фронт-киком типом достал японского бойца клинч. И скрутка от Владимира Кузьмина. Оп, какой удар навстречу! Хороший, хороший кросс справа от Владимира Кузьмина. Очень фактурный. И это первый нокдаун за второй раунд. И четвертый нокдаун у японца за поединок уже. И колено от Кузьмина. И кормит, кормит коленями сейчас японца Владимир. Хай-кик слева вдогонку. Пытается клинчевать японец. Сейчас нарывается на еще одно колено и снова падает на настил ринга. Не стал считать нокдаун рефери. Ушел от крюка Владимир. Все, видит все, контролирует. Но, на мой взгляд, просто дело времени, когда бой закончится. Досрочно я имею в виду. Пока что ничего не предвещает кардинальной смены событий в этом поединке. Второй нокдаун за второй раунд. И пятый нокдаун для японского бойца. Ну, не знаю. На мой взгляд... Ну, свой взгляд я пока оставлю при себе. Давайте смотреть за происходящим. И еще один тяжелый хай-кик. И тут же тип добавляет Владимир слева. Опять на настиле ринга японский боец. И снова тип слева Владимира Кузьмина. И колено дважды. Два колена подряд. И правый боковой еще одно колено. Ну, мне кажется, нужно заканчивать поединок уже. Все правильно. Все правильно сделал рефери. Владимир Кузьмин одерживает досрочную победу. Техническим нокаутом во втором раунде. Мы ждем официального объявления победителей. И уже заранее поздравляем Владимира с яркой досрочной победой. Спасибо. 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 Уважаемые дамы и господа. На второй минуте, десятой секунде второго раунда, победу техническим нокаутом одержал Владимир Кузьмин. Ну, что ж, поздравляем Владимира Кузьмина с яркой досрочной победой. Вот так сложился первый бой сегодняшней программы. Следующий поединок, который мы посмотрим, это уже профессиональный бокс. Но, а вашему вниманию, наиболее яркие моменты завершившейся схватки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.